Доброе утро! С января этого года в Югре уже зарегистрировано 10 случаев кори. Все завозные. Опасная инфекция выявлена в Сургуте, Когалыме, Нижневартовске и Советском районе. По данным регионального Роспотребнадзора, в 7 из 10 случаев люди не были привиты от кори. Об этом и поговорим. В студии врач-инфекционист детского инфекционного отделения окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Людмила Резник. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Если вот год назад, два года назад про кори было мало что известно, об этом не говорили, то сегодня практически все информационные ленты пестрят информациями о коре. Давайте напомним вообще, что это за заболевание. Что это такое? Что это такое кори? Кори это вирусное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, то есть при разговоре, при чихании. И характеризуется поражением респираторного тракта и аппарата глаза. То есть это очень высококонтагиозное заболевание, ему очень легко заболеть. При контакте практически в 100% заболевают все контактные пациенты. Ну чем опасно? Чем опасно эта самая кори? Вообще заболевание начинается как обычное ОРЗ, то есть с катаральных проявлений. Это заложенность носа, кашель, насморк. Также характерен конъективит, то есть аппарат глаз у нас поражается. Но следующим этапом идет экзантема, то есть высыпание поэтапное на теле. В основном это заболевание почему опасно? Потому что имеет ряд осложнений. Это атиты, это пневмонии, гнойные синуситы, вплоть до амингоэнцефалитов. То есть что может привести к летальному исходу. И как диагностировать кори? Если ты вдруг понял, что сколько-то есть. Это же человек такой, знаете, вот как только сказали, так, насморк, вроде болит ухо. Где у меня красные высыпания? Как правило, на простуду люди реагируют спокойно, все привыкли к насморку и кашлю, поэтому могут не обратиться к врачу. Как понять, что пора уже? Ну, естественно, если вообще при любых респираторных признаках мы обязаны обращаться к врачу. Но если вы вдруг заметили какие-то высыпания, которые не характерны для вас, то есть вы не аллергик и так далее, то, естественно, необходимо сразу же либо вызвать скорую помощь, либо врача на дом для того, чтобы осмотрел врач, оценил характер сыпи. Подтвердить это заболевание можно, естественно, лабораторным путем, то есть определение иммуноглобулинов, которые и говорят о том, что действительно человек болеет этим заболеванием. Но наш брат такой, что если не сильно болит, он никуда не пойдет, дома вылечу. А можно ли ее, собственно, вылечить-то дома? Сказать, о, у меня же там какая-то есть трава сушеная, сейчас я над паром подышу. Собственно говоря, какого-то специфического лечения нет от кори, но для того, чтобы у нас не было осложнений, естественно, вы должны находиться под наблюдением врача. Если человек не привитой, то достаточно серьезно протекает заболевание и может быть осложнение. Поэтому не стоит пренебрегать своим здоровьем и, конечно, заниматься самолечением. А можно ли переболеть корью и не заметить? Такое бывает? Ну, крайне редко, когда человек привитой и у него, скажем так, иммунитет уже ослабевает в течение 15-20 лет, тогда может быть такое. Ну, это крайние такие случаи. Да, это единичные случаи. Исключения, да. Ну, вот действительно так, мы начали с этого беседу, что раньше, ну, вот практически не было слышно об этой коре. Не было. Почему сейчас? Откуда этот всплеск? И мы все чаще и чаще в лентах новостей корь. Люди перестали прививаться? Корь, корь, корь. Да, действительно. Раньше это было заболевание, которое довольно часто приводило к летальному исходу. В 1968 году придумали вакцину от этого заболевания. Естественно, начали людей активно, в частности детей, прививать. И мы создали иммунную прослойку хорошую, то есть практически все были привиты. На тот момент не было отказов, и поэтому мы перестали слышать об этом, практически искоренилось. На данный момент люди пренебрегают вакцинацией, очень часто отказываются, немотивированно отказываются. Ну, то есть вот эти, которые считают, что они умные. Да, именно так. Они прививают своих детей, ну, скажем так, родственников, и тем самым подвергают другое население заболеванию. Ну, и, соответственно, вот отсюда, отсюда эта информация. Вот эта информация. Но какой-то график, вот давайте подытожим, какой-то график существует, прививок, и когда нужно прививать? Конечно. Вакцинация идет в два этапа. Начинают прививать детей в возрасте 12 месяцев, то есть один год, и ревакцинация в 6 лет. Дальше? Этого, в принципе, достаточно примерно, ну, в среднем 12-20 лет иммунитет хороший, да, действует. А потом, по необходимости, можно сделать ревакцинацию, но в основном это подлежат люди, которые непосредственно контактируют с этим заболеванием. Ну, медицинские работники, там, социальная служба и так далее. А, в принципе, вот этих двух вакцин... Ну, в принципе, этого достаточно. Достаточно, да. Ну, и, естественно, если экстренно человек попал в контакт, то он ранее не привитой, либо не помнит, нету данных, да, вакцинации, то мы можем привить в экстренном порядке в течение первых 72-х часов. Ну что ж, дорогие друзья, подытожим. Прививаться от кори нужно, нужно, нужно. Это, ну, такое правило. Вам спасибо огромное, что пришли. Доброго бодрута. Желаем вам с гостями. Прощаемся с вами, Жумица. Две, две с половиной здоровых. Бескорий минут дождитесь.